Жители многоквартирного дома по адресу улица Щерса, дом 35, корпус 1, что в Гороще, жалуются на внезапную и резко подражавшую горячую воду. По данным счетов видно, что еще в конце лета прошлого года цены по оплате вполне адекватны. Но начиная с октября месяца и по сегодняшний февраль, стоимость горячей воды возросла даже не в разы, а в геометрической прогрессии. За январь жильцы счета уже просто не оплачивают. Сумма дошла почти до 4000 рублей. Что странно, такая картина наблюдается только в одном доме по улице Щерса. Мы собрались из-за того, что нам, не объясняя ничего, ОДН, горячая вода, мы оплачиваем очень большие суммы. В среднем это, если выйдет, примерно тысячи полторы с квартир, а то и больше даже, 2000. Это сколько надо вылить горячей воды, чтобы платить такую сумму. В теплосети, там, значит, говорят, это потому, что у людей не стоят счетчики, потому что, говорят, расходуют много воды, а может где-нибудь вода в подвале льется. И никто ничего толком, то есть помощи никакой, ниоткуда. А в подвале сухо. Есть формула, по которой рассчитываются общие домовые начисления. Эти общие домовые начисления там не могут превышать определенную сумму на каждую квартиру. Эта сумма превышена в десятки раз. По словам жильцов, бить тревогу и защищать свои кошельки от неадекватных расценок они начали еще в декабре. Писали письма и обращались в свою управляющую компанию, теплосеть, водоканал, администрацию города. Кто-то должен за это отвечать-то. Откуда они берут такую сумму-то? Водоканал, я вот лично звонила в водоканал, мне сказали, ходите, проверяйте, кто-то, сколько прописан, у кого квартиранты живут. Ну не наш один дом в Рязани. Мы-то не должны ходить. Не наш один дом в Рязани такой, понимаете, ведь ни у кого такое безобразие нет, как у нас. Кубы, они нам не выставляют, они нам ставят только сумму. Только сумму. И каждый месяц больше и больше и больше. Было бы объяснение хотя бы, объяснили товарищи, такая и такая ситуация в вашем доме. Но ничего же никто не говорит, просто негласно вот так взяли и в карман залезли к каждому из нас. Мы обращались в те пять домов, которые вот рядом с нами стоят. У них такого нету. Такое ощущение, что все начисления по утечке воды, по отоплению подъездов, по уличному освещению ложатся только на один наш дом. Пока что можно сказать с абсолютной уверенностью, что жильцы настроены решительно и будут добиваться своей правоты вплоть до судебных разбирательств.